По плану, в диалоге супердержав это весомый аргумент. Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем пока и наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме. Тем более, что Россия не является главной угрозой для США, так сказал Путин, и добавил, что наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, оборонительный характер, и мы хотим иметь с Америкой равноправные, дружественные отношения. Дмитрий Петров, Ильгиз Хакимов, Вести недели. 50 тысяч человек, а теперь это город призраков. Наши так называемые лидеры продали нас Западу, уничтожили нашу культуру, нашу экономику, нашу честь. Силы военного флота США, находящиеся в Персидском заливе, получили приказ о вторжении в эту небольшую, но богатую нефтью страну. Американцы ошибаются! Им ни за что не взять, Аля Сада живым! Пусть готовятся к последствиям. Вы думаете, это остановит кровопролитие? Вы все все равно скоро сдохнете. Пошли! Живее! Живее! Этот парень нужен нам живым. Заряжаю! Открыть по нему огонь! Нужен огонь поддержки! Уходим! Киселев сам напросился на эту передачу своим неуместным, никчемным сюжетом о том, какие объекты в США будут уничтожены нашими ракетами Циркон. Я внимательно смотрел данный сюжет. И там сказано, что наши подводные ротки подойдут незамеченным и вдавят по Пиндосии. Только вот складывается такое ощущение, что как будто американцев нечем удавить по России. Как будто они засекут наши подводные лодки. Насчет засекут или нет, дополни, не знаю. Но знаю, каков будет ответ американцам на этот сюжет вести недели. И вообще, если у России потешутся руки, вдавить по их Пиндосии. Об этом я расскажу в своих альтернативных вестях недели. Но обо всем по порядку. О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию 2019 года? Только ленивый, такой как я, его не разбирал. И вот, наконец-таки, руки дошли разобрать послание президента. Особенно ту часть, которая касается социалхики. Израиль разработал дрон-убийцу российских С-300 в Сирии. Вот так вот, такой вот сюрприз путинскому режиму там. Думал ли Владимир Владимирович, когда влезал в этот конфликт, о том, что у кое-кого есть такие системы, которые могут уничтожить российские комплексы ПВО. А вот теперь эти системы и, собственно говоря, Израиль продемонстрировал. Жительница Самарской области, моя землячка, привезла гроб с телом бывшего мужа к зданию правительства. Мужа не дали похоронить на кладбище. Вопиющий случай в Самаре, то есть в путинской России, не дают даже спокойно умереть. В жертву государственности принесли верблюдов. Где? Где эти попы в рясах, которые заявляют о высокодуховной нравственности Российской Федерации? Где они были, когда шаманы заживо сжигали четырех верблюдов в России? И на это смотрели более десяти тысяч человек. И никто, никто из православных не помешал сожжению верблюдов. Кремль прокомментировал сюжет ВГТРК о целях российских цирконов в США. Как я уже сказал, я вам расскажу, каков будет ответный удар США по России на этот сюжет. Так сказать, сюжет на сюжет. В Молдавии победили пророссийские силы. Казалось бы, перемога для России. Но страда, страда, потому что страна все равно пойдет на Запад, в ЕС и НАТО. И вернет себе Приднестровье наконец-то. Ну и напоследок Росстат подготовил сюрприз для вас, дорогие женщины. Росстат назвал основные причины, отчего женщины в России умерли в 2017 году. А как интересно, мы тогда приступим. О чем говорил Путин, этот новый диктатор земли русской, этот новый фюрер нации и своей партии СД, в данном случае Ядро. Здесь, да. И какую лапшу на уши он вешал россиянам в этом году? 20 февраля. Об этом пишут в журнале аргументы и факты. Итак, по словам Путлера, надо работать так, чтобы результаты были видны в каждом регионе. В каждом селе должны быть разработаны стратегические цели. Ну какие цели стратегические, об этом мы еще поговорим. Время спрессовано. Времени на раскачку нет. Каждый год говорит то, что времени на раскачку нет. 20 лет, каждый год, времени полным-полно. Время на развитие... Так, ну есть... Ну если всем... Но если всем странам подряд Раздавать свои пуколки, то тогда действительно Времени на раскачку нет. До тотального уничтожения России Американскими ракетами. Ну имеется ввиду то, что Россия постоянно и активно торгует оружием, Всякими там африканскими странами, с Сирией, с Ливаном, да с кем угодно. С 1 января... Ну, о ракетах чуть позже. Так вот, с 1 января 2020 года Путлер решил поднять планку выплат на первого и второго ребенка сразу до... Двух прожиточных минимумов... Как жизнь сразу-то облегчилась. Ох, как жизнь облегчилась. Я в туалет так и не ходил С тех самых пор, когда Путин решил поднять до двух прожиточных минимумов Зарплаты и пенсии. Но президент оговорился, что эти могут воспользоваться только 70% россиян. Куда он делал остальные 30%? Непонятно. Причем понятно, что каким семьям будут помогать Не реально бедным, А тем, кто декларирует эту бедность В надежде получить преференции от государства И это не одно и то же Путин подтверждает мои слова Тем, что по статистике Россия вновь вошла в демографический кризис У нас стало вновь рождаться меньше А умирать стало больше Но фюрер России винит в этом 90-е Ну, конечно, 20 лет я не пределах 20 лет больше, чем 10 лет 90-х годов Но во всем немало ты 90-е, я ни при чем Однако те, кто родился в 90-х Уже, да, имеют свои семьи Ну, я не из них числа, но многие действительно имеют свои семьи Точнее Не имеют Вас совсем запутал Из-за политики Уже не Горбачева и Ельцина А лично Путина Фюрер Наш фюрер О, как это звучит прямо Повысит выплаты Для инвалидов Их семей с 5 тысяч до 10 Вообще, где он нашел выплаты для инвалидов 5 тысяч Ну, наверное, первая категория Получает 5 тысяч, действительно А все остальные Вторая, третья Получает гораздо меньше До 10 тысяч рублей Вот только эти Социальные выплаты Составляют На данный момент 3500 рублей Т.е. То есть, вот Путин сказал, что надо Повысить с 5 тысяч до 10 тысяч рублей А на данный момент Социальные выплаты Например, в моей самарской области Инвалидом Составляют 3 тысячи, даже... 2500 рублей Вопрос Где остальные Ну, сколько у нас Математика у меня всегда была плохо Так, тысячу Где остальные 1500 рублей, а? Ну, где остальные 1500 рублей? Ну, разворовали, понятное, да, вот я об этом. Ну, так вот, этой суммы, которая сейчас выплачивается, 3500 рублей, а у Путина там в докладе 5000 рублей. Так вот, этой суммы хватает на 4 похода в магазин для инвалида в месяц. На 4 похода в магазин для инвалида в месяц. При очень сильной экономии 8 походов за продуктами в месяц. Такие 5000 рублей для инвалидов. Хотя бы сделать 4000 рублей в месяц социальных выплат, это уже было бы хорошо. Показать ипотеку фюрер распорядился семьям с 3 и более детьми. Так решил наш царь-государь. Но семьи с двумя детьми, их можно как бы прицелить коллектором. И вот если у тебя 3 ребёнка, то уже мы, государство, заплатим тебе социоуплатом. А если у тебя 1 ребёнок или 2, а ты малоимущий, то хрен тебе мы что дадим. Вока. То есть 1 и 2 ребёнок для нашего государства это абсолютно пустое бездарное 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 бездарное. Вы думаете, родители там растят своего чада, чтобы он поступил в какой-нибудь вуз военный, политтехнический, чтобы приносил пользу государству. А государство говорит, пьфу, на него, пьфу, нам нужно, чтобы вот 3 ребёнка у вас были. Не 1, не 2. 1 и 2 выбросьте нахрен в огребную яму. Нам нужно семьи только с тремя. Ну и русская баба, рожай мне, Путлеру, Путину, Тройню и только Тройню, чтобы не меньше, выполняй государственный план, да. Наш царь-батюшка, ну ясное дело, что его сложно будет выполнить. Наш царь-батюшка решил побороть бедность на корню, вот так вот прям сразу. Решил побороть, как когда-то генерал Ворошилов решил побороть немецкий танк шашкой на коло, но вовремя передумал. Для этого Вовка-царь решил ввести социальные контракты для населения. Нет, что это такое, как они будут действовать и какие будут причины расторжения социального контракта, об этом президент не рассказал. Да, а какие будут социальные контракты, а на каких условиях? А когда государство будет расторжения социальные контракты с населением? А Вовка-царь, 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 ну расскажи нам, бедным, россиянам, халупам твоего режима. Непонятно же. Ну, просто сказал и сказал. Даже, не то что законопроект, даже намека на социальные контракты для населения, на намек на законопроект, даже и близко не было. Все как-то сквозь ушей эту фразу принесли из тех, кто принимает важное решение. Так, уверен, что Вовка даже не вспомнит об этом завтра. Зато он поручил Центробанку нанести порядок в микрофинансовых организациях. А порядок по-путински это означает ликвидация микрофинансовых организаций, с тем, чтобы граждане России были в финансовой кабале, в долгу, не перед такими же гражданами, как они, а перед государственными банками, ВТБ, Сбербанк, Банк Восточный и другими. Чтобы, как бы, использовать должника в своих целях, если он вдруг не смог выплатить долг. Вот когда ты частниками не выплачиваешь долг, в долг к тебе приходят коллекторы, ну и дальше понятно, выбивание процентов, порча имущества. Однако, если ты должен быть перед государством, это еще хуже. Тогда тебя в качестве раба, в качестве мяса могут послать в ЧВК на год, на другой, в Вильнюсу, Елу, Сирию, Украину на выбор. Вот, да, давно этот законопроект разрабатывают от частных военных компаний. И вот, несколько правок буквально-буквально и должников, ну тех, конечно, кто годен к военной службе, кто реально годен, они как в военкомате там пишут, могут отправить, да, в счет погашения долгопит государственными банками в Сирию, Украину, Венесуэлу, далее по списку в качестве мяса. Так, у кого-то не погашен кредит, ВТБ и в Сберии, вот к тебе в таком случае приходит человек с Хорошаевского шоссе Москвы 78, штаб-квартира ГРУ, ну к примеру, и предлагает все долги погасить за выполнение опасных задач за рубежом. Ну, сначала, конечно, идет подготовка, понятно, но потом в качестве живого мяса человек используется. Деваться некуда, потому что, во-первых, человек, он же не просто так не погасил кредит, значит он разорился на работе, его по каким-то причинам уволили с работы, а тут тебе предлагают шикарный контракт, а тут еще поездка за рубеж, тебе оплачиваются. Ну, конечно, человек не такой соглашается. И вот в этом полусынче используют в качестве мяса. Люди соглашаются, а теперь плюс к этому, перехватить до зарплаты в мини-банках, в мини-финансовых организациях не получится, они будут закрыты. А еще такой механизм уже есть, да, у государственных, ну не только государственных, у крупных банков, как отказа выдачи к тебе в кредитах. Вот ты малоимущая семья, тебе нужен позарез кредит на дом, на дом около речки. А банк тебе отказывает. Государственный банк. А перехватить денежки ты не можешь у других, потому что они будут закрыты. Потому что Путин в своем федеральном текистском послании призвал закрыть эти микрофинансовые организации. Выходит, что в России, а к этому и Путин, и Эльвира Набиулина стремятся, в России будут только большие банки, ну которые я уже обозначил, с госучастием, а других не будет. С высокими ставками за ипотеку. Внедрить стандарты бережливых поликлиник. Снизить не хочет в 3-4 раза. Говорит в послании царь-государь, склонитесь, рабы. Видите, царь вам пообещал бережливые поликлиники и сокращение очереди в 3-4 раза. Я был в таких поликлиниках. Работают здорово, говорит президент. И вновь он обманывает народ. Во-первых, откуда он знает, что... Ну, был, в смысле, не я был, а Путин был. Он знает, что они там здорово работают, ведь президент Российской Федерации... Тут надо понимать, что вот президент Российской Федерации обслуживается медперсоналом ФСО. Да, он там не идет в какую-нибудь специализированную клинику даже, а просто в своем рабочем кабинете обслуживается медперсоналом Федеральной службы охраны. И да, он там ходит по поликлиникам. Это все снимается на камеру, но это пиар. Но это пиар. Реального лечения Путина в обычных поликлиниках никогда не было и нет по определению, потому что он президент Российской Федерации. А как высших чиновников лечит, мы с вами хорошо знаем. Так лечит, что они в 90 лет не мрут, а продолжают вести свою антигосударственную деятельность, к сожалению. То, что Путин был в этих бережливых поликлиниках, и ему на камеру там измерили давление, это ничего не значит. Мне абсолютно... Мне, кстати, мне лично, мне лично абсолютно пофиг, какая там поликлиника. Бережливая она, небережливая. Я 10, даже 30 минут могу просидеть в очереди. Для меня главное, поможет ли врач мне или нет. Вот главный критерий любой поликлиники России. Помогает ли тебе врач или нет. Если врач тебе помогает, поликлиника хорошая. Нет, поликлиника плохая. Бережливая она, с нанотехнологиями, с тем, что там, не знаю, экскалаторы тебя дали до кабинета врача. На это абсолютно пофиг. Главный критерий заключается в духом. Путин стыдиво об этом критерии умалчивает. Ну, то есть, вместо бережливых поликлиник, надо, наверное, вводить было бы рейтинг поликлиник. И то там надо договориться о том, что какие показатели будут. Нам нужно, чтобы были объективные показатели. Рейтинг поликлиник. И он бы там высвечивался бы на сайте госуслуг или на другом сайте, на сайте правительства. Нет, нет. От того, что бережливая поликлиника, а врачи некомпетентны. Вот что будет. Ситуация в медицине от этого не поменяется. Если бережливая поликлиника будут либо некомпетентные врачи, либо те врачи, которые прописывают тебе лекарства, таблетки, но ты их качественные, но ты их не можешь купить. Мне, кстати, не важно, где будет сидеть врач. Понятно, что для медицины надо создавать хорошие условия. Но мне совершенно не важно, где будет сидеть врач в хорошем здании или в деревянном срубе. У меня главное забота врачей, а не здания, где они там сидят. Отдельная тема. Земский доктор. И аналог такой программы, которую Путин собирается внедрить в этом году через федеральное послание. Это зербский учитель, который Путлер внедрит в этом году. Итак, дом в деревне стоит примерно, со всеми удобствами внутри, реально там высококачественный дом в деревне стоит 4 миллиона рублей. Партий учителям и врачам, готовым переехать в глубинку, дает подъемные внимания в размере 1 миллион рублей. Дом стоит 4. Путин дает подъемные в размере 1 миллион рублей. После этого кто? Кто поедет? Вы обеспечите строительство, непосредственно строительство дома для, тут надо понимать, высококачественного дома для учителей и для врачей. Это будут и новые рабочие места в селе, и бесплатное для них жилье. Нет. Путин дает подъемные. Ну как, как учитель может приехать в глубинку, когда дом в глубинке стоит 4 миллиона, ты даешь им 1 миллион рублей? Путин дает подъемные в трое меньше, чем нужно. А теперь еще будем дышать свежим воздухом. О да. Воздухом моего пердежа. Ведь солнышко русской нации закроет все проблемные свалки до 2024 года. Нужно увеличить долю переработки мусора в 10 до 60%. Да, действительно нужно. Но почему же старые свалки надо закрывать? Ведь если ты закроешь в одном месте одну старую свалку, она откроется в другом. Но просто потому, что мусор надо куда-то элементарно вывозить. И вместо того, чтобы как бы иметь одно загрязненное место, ты закроешь свалку, ее рекультивируешь, допустим. Но ты получишь вместо одного загрязненного места 2 места. И это второе может быть хуже. Оно может быть, например, у реки. И все отбросы будут попадать в реку. Экологии, у русской экологии от этого будет явно не легче. Наоборот, только хуже. В этой связи действительно проблемных зонах России, помойк России, а вся Россия так или иначе. Гигантская помойка, гигантская свалка, а граждане в ней мусор, единая Россия. Надо открывать заводы по переработке мусора. Заводы с нулевым циклом отходов. Но нет, мне тут-то было. Тупо закроют свалку в одном месте, чтобы загадить другое. Это вообще какой-то экологический ужас России. Я вообще молчу про субсидии для зеленой энергетики. Их просто нет и не предусмотрено в бюджете. Вот что такое зеленая энергетика Путина. Загаживать чистые места России. Путин милосердие проявляет. Он хочет законопроект депутатов о палеоактивной помощи людям, у которых неизлечимые болезни. Вроде бы благое дело, но что же под этим, понимают чиновники, а что если у вас, не дай бог, неизлечимая болезнь, вас будут изолировать от общества и помещать в хосписы, в резервации людей, чтобы своими просьбами и своим нытьем, своим видом вы не мозолили глаза чиновниками, не портили им картину высококультурной нации России. Для этой цели будет построено 2000 изоляторов, хосписов по всей стране, в самых удаленных местах, куда и будут сводить больных граждан. И для этого Путин обязывает, что россиян, всех россиян, проходить медобследование. У тех, у кого выявят неизлечимую болезнь, тех отправят в этот хоспис, без разговоров, чтобы только лучше по здоровью работали, а худших удерживали силком в спецполиклиниках, впаривая иностранцам, что в России все живут долго и счастливо. На самом деле, живут у России коротко и грустно, что доказывает высокая детская смертность и вообще высокая смертность в России. С статистикой ты не поспоришь. И увеличение количества молодежи, которые уехали сразу после послания Путина в загнивающую пидосию. Ну и напоследок об этой речи скажу, что Путин отметил важность партнерства России с Китаем. Ну, чтобы китайцы срубили весь таежный лес с японцами, чтобы курили были их из США. И США Путин также отметил дружелюбность, назвав их другом, но сказав, что... Так вот, Путин ответил дружески, отметил и отметил тоже, и Путин отметил дружелюбные отношения США, назвав их другом, но сказав, что если там что-то, то мы вас вашу пидосию ракетами закидаем в раз. Вот такое вот было федеральное послание. Но мне больше запомнилось предыдущее федеральное послание 2017 года. Нет, даже не так. Майские указы, да, майские указы 2018 года, по которым бюджет поликлиники, бюджет больницы, вернее, ушли в минус. То есть Путин такой, типа там, подымает, вот там, должно закупаться это оборудование, такие лекарства, такие лекарства. Но это все должно делать не государство, ну то есть не федеральная власть, а местное. А там, да, раз по больницам, раз, просел бежать, и бандиты в майских указах ушли в минус. Это же каким же президентом надо быть, чтобы не просчитать, что вот майские указы не повысят бюджет больниц, а бюджет больницы уйдет в минус. И понятно, почему рейтинг Путина снижается, просто уже никто не верит, что никто не верит. И в этой связи действительно Путин прав, что времени на раскачку нет. Точнее, времени только на раскачку и осталось. Надо ходить на митинги, надо высказывать свою позицию. Власти Путину уже все, с долбой уже, с долбой уже. И фразу вот этого бесят Пескова, его пресс-секретаря. Да, мы не знали, Путин не знал. Возможно, Путин действительно не знал. Но ты президент Российской Федерации. Ты обязан стремиться к знанию и к пониманию, о чем живет твой народ. Не читать вот эти вот доклады ФСБшников, которые там пишут, что в России все хорошо. А видеть реальную картину. И делать соответствующие выводы. Например, сократить аппарат правительства Российской Федерации. Особенно касается количества лица-премьеров. Тем, чтобы правительство работало более эффективнее. А на бюджет было бы меньше нагрузки. О, теперь, как и обещал, переходим к ракетам. К той их частью, что вот часто пишут о том, когда Путин выступает с речью, а как его речь воспринимают на закладе. Мы все с вами хорошо знаем. Но, как правило, за такими пропагандистскими статьями скрывается, увы, нереальное бессилие Запада против русской военщины. Однако, на сей раз, ответ на церковь, на посейдоны и прочее пролетел не от географических стран Запада, а от одной маленькой, но гордой страны, от Израиля. Путин сам на этом нарвался. Итак, Израиль расширил линейку дронов Камикадзе, которые являются брожевающими боеприпасами. Израильская военная компания АйАй представила новую модель устройства, ныне Харпи, в переводе О, счастливчик. Ну, в условном, конечно, этот счастливчик способен осчастливить многих в Украине, Сирии и на Западе, и даже в Белоруссии. Ну, тут, к сожалению, нету этой самой ракеты. Уже подтерли этот ролик. Даже Белоруссии. Так как он способен поражать комплексы С-300 и С-400. Причем, в жидовских документах, четко черным по белому, написано, что комплексы С-300 и С-400 на базе Хмимим создают угрозу Израилу. А значит, следует считать их враждебными целями. А страну их производитель врагом. А с врагами Израиль быстро расплавляется на раз-два. Какой бы крупной она ни была, эта страна, враг. Даже если она самая крупная, как Россия. Вот технические детали убийцы российской вооруженной техники в Сирии. Ну, тут нет, но газета Ру подтерла, к сожалению, этот ролик. Вес израильского счастливчика составляет 45 килограмм. Из них 8 килограмм это боевая часть. Продолжительность работы составляет 2 часа без зарядки. Дальность полета 100 километров. Израильский дом может поражать только С-300 и С-400, но и комплексы Панцирь и Панцирь С-1. И системы связи Министерства оборудования Российской Федерации. Что и было продемонстрировано на учениях. Беспилотник Израиля вылужил до ракеты класса «Воздух-Земля», который эффектно и эффективно использовался против различных систем российского вооружения, которые Израиль запустил с целью протестировать свое оружие против оружия России. Да, вот так вот. И оружие России проиграло боевому дрону оружию Израиля. Это означает, что российские военные в Сирии могут себя чувствовать в полной, тотальной опасности и в Сирии, и в других регионах мира, куда будет поставляться этот беспилотник. Я напоминаю, что у Министерства оборудования Российской Федерации есть только беспилотники. Боевых дронов нет. Да и те сделаны были где? Правильно, в Израиле. А я напомню, что разница между дронами и беспилотниками стоит в том, что дрон может сам стрелять ракетами, а беспилотник может только наблюдать за тем, как российская база в Сирии превращается в труху благодаря дрону-убийцу российской техники от израильских разработчиков, благодарим их за это. С праздником вас, с прошедшим днем позорника Отечества, как говорится. Таких дронов-убийц сотрудников военных Министерства оборудования Российской Федерации ждут в Украине, в Прибалтике, в Грузии, в Японии для конфликта из-за Курил. Задумался не Путин, а потом, когда его щупальца влезали в Сирию, или когда он надувал губки и произносил про наши ракеты, и стоимость быть будет невозможна, что Израиль в это время не то что подготовил, а уже провел испытания убийцы нашей техники, наших стартовых пусковых установок у себя на земле обетования. Нет, не задумывался. Он даже об этом элементарно не знал, но вот Израиль провел испытания, и все. Кабистец Путлерусскому-то режиму в Сирии, по крайней мере. Ну, если Израиль, конечно, решится против России применять эти комплексы. Израильская аэрокосмическая компания разработала целые системы, даже не только один этот дрон, он счастливчик, но целая система уничтожения боевых комплексов России, которым могут воспользоваться и другие враги России, а не только Израиль. Израиль ворвался на первое место в мире по производству вражающих антирусских боеприпасов. И это у них там, на Ближнем Востоке, целая концепция разработана, борьбы с Россией. Причем, обратите внимание, у них уже готово информационное прикрытие удара по российским позициям в Сирии. Для их, так сказать, счастливчиков в Сирии. Кто ведет общественную программу на первом? Время пока ждет. Артем Штейн. Кто ведет вечера на Россию один? Сумувьер, который кичится своим шедовским происхождением. Кто проводит место встречи на НТВ? Моркин, который рассказывает еврейские похабные анекдоты о тупости россиян, ну, о русских. Кто работает на канале «Звезда Министерства Павла Российской Федерации» некто, девушка по фамилии Фридриксон. То есть информационное прикрытие уже готово для удара по российским глазам. Все они по команде и от Верховного Равина в час Че в день Д будут на российском ТВ оправдывать удар Израиля по России в Сирии. Почему же мы в глазах Израиля враги? Да, очень-очень просто. Россия поддерживает Иран, а Иран главный враг Израиля, а враг, а друг моего врага, мне враг, Путин, когда владел свои войска в Сирии, об этом не думал, не знал и вообще его это не колышло и не волновало. Ему главное, чтобы больше мяса русского погибало где угодно. И за это, за его промахи адвайсы россияне будут своими жизнями жизнями офицеры и солдаты, срочники, контрактники попадут под удар израильских счастливчиков. Вот так вот. Вот он ответ Запада на послание президента Российской Федерации 2019 года, а Израиль, несмотря на то, что он находится на Ближнем Востоке, это идейный Запад. Израиль развивается по западному пути развития и не даром у него есть такие системы, которые могут уничтожить даже российские хваленые С-400. Ну, а показать я, к сожалению, не могу. Ролик его удалили. Его удалили после этого скандала. Я не знаю, то ли сами моя израильская компания его удалила, то ли российские власти устояли, настояли на том, чтобы удалить этот ролик. Но, к сожалению, факт есть факт. Такой дрон действительно у Израиля есть и он будет применяться в Сирии. Высоко точно. не понедельник. Ну, не понедельник. Тот случай, когда не Магомед приходит к горе, а сама гора приходит к Магомеду. Гора трупов, естественно. Все благодаря очкастому губернатору Самарской области Дмитрию Игорьичу Азарову. Тот еще гнида. Ни хрена ничего не сделал для Самарской области, зато на деньги катается в Москву и в Санкт-Петербург на своих бизнес-жетах, как Руслан Гоинг Ган Джиев, только в стриме не сидит. И вот еще один выпивающий случай в Самаре. Жительница Самарской области 21 февраля выставила открытый гроб с телом своего мужа перед зданием областного правительства после того, как ей не дали похоронить мужа. Если мы вспомним фильм «Чистилище», то там чеченский лоховит в исполнении Дмитрия Нагиева говорит десантникам «Ваше правительство подготовило для вас только гробы на колесах и табличку с надписью «Груз-200». Это было при власти Ельцина. При власти уже Путина и его верного пуделя губернатора Самарской области Дмитрия Асерова даже по-человечески хранить людей нельзя. Скоро в Самаре люди от бедности и нищеты своих близких будут закапывать прямо у себя во дворах жилых домов. При мудром руководстве этого очкастого фрива губернатора которого я прям хочу эти очки прям разбить кулаком. Который воспри... Так вот дело в том что Дмитрий Азаров губернатор воспринимает Самарскую область не как отдельную область большой страны а как свою водчину он значит этакий князь у него даже он на канале в твиттере стоит значок князя Засекина он тебя ассоциирует с ним то есть мы для него крепостные а он князь его это блин тут губернатор полная гни он некомпетентен он даже он постоянно в чем претензия он постоянно летает в Москву чтобы реально управлять областью он постоянно летает в Москву и там с кем-то договариваются договариваются а в это время в Самаре происходит пары трубы коммунальщики латают но понимают что трубы изношены их все надо менять а менять некому потому что Азаров на какой-то там фестиваль бабло выделил блять ну этот очкостый губернатор он ни хрена не хозяйственник он гнида редкостная а я полностью разочарован в Азар и дела но он был ничего но губернатор он полное говно люди уже до чего дошли люди старого губернатора на которого пожаловались президенту на Меркушкина уже хотят вернуть потому что при Меркушкине хотя бы транспорт нормально ходил при властье этого Азарова этой гниды который я в Советском районе я ему от скира разобью если он сунется в мой советский район ничего ни хрена не делается только одни прожекты одни прожекты и все так вот мы для мы жители Самарской области для него крепостный исты книсок нашелся и это подтверждается в делах его подопечных и так покойного звали Валерий Малиев он умер от шикарных в корочках медицина в Самаре да мне попадались хорошие доктора в поликлинике но им лет за 80 все потому что да потому что люди не хотят жить под елмом князя под елмом его коня и уезжают это кстати говоря именно при Азарове при мудром руководстве губернатора люди начали уезжать из Самарской области тело Валерия Малиев просто потому что он реальными проблемами не занимается у него только прожекты фестивали все это конечно хорошо но это абсолютно бесполезно и не наносит вред экономике Самарской области так вот вернемся к этому случаю тело Валерия Малиева оставалось долго в морге потому что его гражданская жена Аня не могла найти деньги на похороны еще раз не на улучшение жизни в Самаре Аня не могла деньги найти а на похороны своего мужа я ему сразу сказала что ритуальная фима в которую она обратилась она обратилась потребовала с нее денег 50 тысяч рублей чтобы вы понимали средняя зарплата в Самаре даже не минимальная а средняя составляет 20 тысяч рублей а на похороны надо 50 чтобы скопить деньги на похороны а не надо 3 месяца еще работать и муж будет гонить у нее в квартире или в доме я не знаю что там у нее есть это просто вопиющий случай это просто откровенно говоря пидорасы власти Самарской области и Азаров пидорас и Лапушкин и Майор Горн та еще гнида та еще гнида фалас ей в жопу тогда только работа будет спориться в Самаре вообще Лапушкина такая такая это мэр города чтобы вы понимали такая вообще твай такая твай просто вообще откровенная твай ну она недавно в 10 вечера прокатилась на муниципальном автобусе и сказала о хорошо а кто у нее все хорошо ходит ну правильно в 10 часов вечера не в 7 часов когда люди едут с заводов а в 10 часов вечера ну это я как бы скажу что это негодование а тут надо рассматривать конкретный случай при этом при этом чтобы Аня схранить своего мужа надо 3 месяца работать при этом не платить за ЖКХ не платить этому поганому государству налоги и вообще ничего не их ждать целых 3 месяца Аня договорилась с индивидуальным предпринимателем Алексеем Воробьевым похоронить своего мужа всего-то не за 50 тысяч рублей а за 8 тысяч рублей плохо они должны были пройти на кладбище рубежное что находится в районе Уральского шоссе в 7 километрах от Самары но тут начались проблемы дело в том что на этом кладбище действует даже и мафия а самые настоящие бандиты прикормленные Лапушкиной и Азаровым да именно бандиты братки из 90-х которые повлазили из всех шли при мутом руководстве газового князя который ВВП поставил править Самарской областью после руководителя откровенного мордвина Меркушкина у меня там захоронены родственники и я вам скажу что там действительно правят братки то есть на кладбище правят братки то есть если ты им не вмажешь не заплатишь вдвое втрое больше то и соваться на кладбище ты даже не сможешь тебя просто расстреляют это бескридел какой-то с ружей эти братки бандосы которые должны были выкопать свежую могилу а могилу надо копать не им а лишь Назарову этой очкастой мрази вообще дерьмовый губернатор вообще я к Меркушкину я сам был против Меркушкина но я с уважением сейчас к его правлению отношусь при нем хотя бы транспорт ходил в Самаре хорошо вот при нем реально ходил транспорт хорошо другой вопрос что Меркушкин лишил льготу пенсионеров и вел лимит на поездок в транспорте по социальной карте не более 50 поездок это было плохо и это исправлено Азаровым но но это не это не отменяет того что если взять чисто инфраструктуру при Меркушкина в Самаре она была образцовая вот что не отнять то не отнять при Азарове да там количество поездок для инвалидов и пенсионеров увеличилось на общественном транспорте с 50 до 90 но инфраструктура Самары это несмотря на то что был чемпионат мира пришла в полную тотальную негодность так вот Азарову надо выкопать могилу для себя сначала не показывали место захоронения мужа Ане сначала на кладбище да Ане не показывали место где будет захоронен муж а когда же браткам сказали где надо закапывать Валерия Малиева приехала их крыша их спецназ их бычьё человек 30 которые подставляли свои ноги под лопаты лишь бы Аня заплатила не 8 тысяч рублей а положено и 50 тысяч рублей в маску казну чтобы предать мужа земле В итоге выкопать могилу так и не удалось в 5 часов кладбище закрыли 5 часов вечера а мужчину не захоронили а дальше в знак протеста женщина решила выкопать гроб своего мужа около здания правительства области в администрации назвали данную ситуацию неоднозначной неоднозначной у вас бандиты из 90-х правят кладбищами города неоднозначной они не назвали ситуацию это полный беспредел все тут предельно однозначно дело в том что есть МП ритуал ну который заведует кладбищами Самары в открытую торгуют местами на кладбище причем это ладно но как вы реально похороните человека в Самаре стоит официальная цена 7000 рублей а люди платят как Аня как Саня пытались стягать деньги 50000 рублей то есть официальная цена на погребение в Самарской области составляет 7000 рублей люди плачут 50000 рублей за погребение то есть 43000 рублей идут в карман в личный карман начальника муниципального предприятия ритуал который заведует кладбищами Самары господина Грачоба Анатолия Львовича который в Малу наживается на горы самарцев более того у МП ритуал существует план по которому сколько должно быть выкопано могил на кладбищах и это реально понятно да что МП ритуал все таки муниципальное предприятие оно должно там планы составлять но ведь штука в том что МП ритуал подчиняется мэрии Самары и план сколько выкопать гробов составляет мэрия Самары не план как спасти людей они составляют а план сколько выкопать могил ну это просто блядство это просто пидорасы правят Самары я по другому не могу сказать вместо того чтобы спасать людей они составляют планы о том сколько должно быть выкопано МП ритуал могил за месяц просто без комментариев после этого мне вот мне вот хочется просто морду набить вот просто хочется мне морду набить и лапу мэриазаров за такое после того как история дошла до федеральных СМИ очкастая мразь этот князюк Самары засуетился и вот что написал в своем твиттере даю поручение главе города той еще стерве Лапушкиной и лично начальнику департамента по борьбе с коррупцией Ружину разобраться в произошедшем империту господину Горчеву подчиняется лично а да вот я уже сказал что она подчиняется так вот да и мадам Лапушкиной лично разобраться в делах в этом вопиющем случае в Самаре а так как будто как будто не знала про коррупцию на рубеж он как будто не знал ЛСМП ритуал и непосредственно подчиняется но не знала про коррупцию конечно и вот этот дам который должна проходить подозреваемый в деле будет проверять человека который непосредственно подчиняется ей выполняет все ее распоряжения понятно что она будет так сказать слабо его проверять и этот самый импери ритуал и всю вину власть возложит на эту Аню так или иначе при вот этой вот мадам Лапушкиной не только люди переплачиваются могилы но и два человека недавний случай задохнулись от бытового газа на улице Елизар 28 один человек погиб при сходе снега с крыши да а снег у нас не чистят но это не новость для России коммунальщики не чистят города а при этом повышают цены на вывоз мусора этот очкастый коррупционер будет проходить будет проводить проверку МП Азаров и Лапушкина а точнее не будет ведь он сказал сделать это своей дуре Лапушкиной вот что пишет сама Аня пострадавшая от рук бандитов Елена Лапушкина и Дмитрия Азарова то есть мэрия губернатора помощь от властей пришла но слишком поздно она нужна мне была раньше мне надо было просто похоронить человека а в итоге в 7 часов вечера я оказался одна с гробом посреди Самары и кстати захоронили ее мужа уже не в 7 километрах от Самары а в 35 километрах от Самары в поселке Мерман люди уже в Самарской области уже достала эта власть уже достала уже митингуют в районе управленческом там митинговали когда власть отменила маршрутки потом вот митинговала в Куйбышевском районе города тоже а теперь просто люди не могут спокойно по-человечески похоронить людей это отвратительная власть Самарской области просто отвратительная власть я понимаю почему люди переезжают но я фанат своего места где я родился я не могу там просто приехать на юга я хочу полицейского города а Елена Лапушкина и особенно этот тварь Азаров мне этого делать не дают тут возникает вопрос а что ты предлагаешь а что ты предлагаешь элементарно губернатор Михаил Матвеев от КПВФ а сама это красный город ну в том плане что многие заводы и фабрики построили именно при коммунистической власти и живой самое и хорошо именно при коммунистов а не при сейчас тех кто там цены на могильнике втрое повышает ну а мэр наверное Левский он сейчас руководит оборонным предприятием которого еще который еще не разорился и руководит хорошо вот что я что предлагаю элементарно смеду никчемной власти Самары которая допустила такой беспредел что людей берут деньги то есть на 47 тысяч больше чем это нужно и за что за погребение не за не за то уж там отвезти в лучшие клиники России за погребение берут да вы вообще охуели там охуели в правительстве а Адрианов ты чмо ебаная знает это заместитель Азарова так что у самарцев есть два пути либо подержать самую мощную присутствие Марии а это КПРФ на война то простите но как есть либо идти с гробами и с факелами к зданию правительства и сносить эту власть и вообще подумать о выходе с самарской области о составе Российской Федерации и образовании и образовании в Орской Булгарии ну какого независимого региона по примеру Ичкей радикально да но я не хочу чтобы чтобы в Самаре гибли люди как мухи сотнями и чтобы за то что медицина самарской области не справилась с факторами которые повлияли на смерть жителей Самарской области за это граждане еще и переплачивали в 5 раз больше Аня поступила правильно правильно только вот надо это сделать массово надо чтобы вот все люди шли ну кто не может заплатить там за похороны и прямо около здания правительства около здания мэрии закапывали гробы своих сыновей дочерей своих близких родственников чтобы там чтобы такие властимущие шли там выходили своих мерседесов и шли через вот эти вот надгробия и понимали что не все так хорошо в Самарской области как они думают так сейчас говорим но еще у нас полно новостей да это Киселев поэтому новостей в два раза больше чем нужно так сказать дальше в жертву России и лично Путину принесли верблюдов нет это не какая-то там Сьерра Леоне а Россия страна моральной нравственности да такой что сразу пять не четыре даже как я говорил в первой программе а как я говорил в начале программы а сразу пять верблюдов в Иркутске были сожжены шаманами на костре нет у них не закончилась еда и они не нет у них не закончилась еда и они не решили себе зажарить верблюдятины сейчас я обремя верблюдятины они решили чтобы хорошо жить россиянам надо в городе Ангарске провести обряд шедвоприношения лично главному шаману России спасенным в ГТР ну что же россияне как когда животные дикие экзотические животные заживо зажарились на костре они почувствовали прилив сил а рубль подрос цены в магазинах России упали что нет да так должно быть за это дело пострадали целых пять верблюдов гостей нашей флоре и фауны и как я сказал даже не съели они сделали барбекю а принесли в жертву народу россии знаете когда так последний раз делали на руси ответ две тысячи лет назад и знаете чем дело закончилось в ледниковом периодом россия все больше и больше скатывается в такой этакий ислабский фундаментализм даже более того в древний мир сначала Пудин сказал что если США напрет на Россию то мы как мученики попадем в рай в чем я лично не уверен ибо было сказано и даже написано кое-де людьми более высокодуховными чем кремлевский старец лжец ибо под делом его восстаться а теперь вот пожалуйста жертвоприношение диковинных для России существ шаманы оправдываются что с домашними животными можно делать то что угодно если они твои но вы же не сжигайте кошек и собак на костре верно а тут пригнали из-за далека животных загнали их в загон так и еще и в Якутию где под минус пятьдесят вот бы этих шаманов да наоборот в плюс пятьдесят пустыни Сахара так сказать произвести обмен и там их поджечь их ноги вот я бы на них посмотрел бы а тут животное прогнали бедных животных пригнали издалека и сожгли на костре ладно хрен с ним шаманами они должны были по своим убеждениям по своему вероисповеданию провести этот изуитский обряд веры но так ну так за этим наблюдало десять тысяч человек никто даже не пикнул докатились дожили жертвоприношения прям в зоопарке а дальше и людей будут сжигать на костре как в средневеках при власти Путина Россия скатилась даже в средневековье скатилась а в древний мир самое ужасное в этом это подтверждается факторами это подтверждается тем что пять верблюдов сожжены заживо на костре хотя самое ужасное даже в другом что МВД Иркутской области не видят в этом преступления вроде бы логично однако за более невинных поступок за то что баптисты проводили обряд в реке Кама МВД Татарстана МВД Татарстана посадили баптистов за решетку просто за то что они проводили оморение в реке а за то что четыре верблюда зверские абсолютно зверским антигуманным бесчеловечным образом были сожжены на костре за это наказание нет вот они дайные стандарты Путина вот оно блядство российских властей за более тяжелое преступление чем простой обряд в реке не давать ничего в то время как за обряд веры обряд культа бескровного подчеркиваю бескровного культа в реке давать два года реального уголовного наказания ну что ж в России рано или поздно судя по всему будет религиозная война это будет страшнее чем гражданская война и вот случай с верблюдами это подтверждает ну что ж а это куда пострашнее любой гражданской войны еще одна проблема в странах где сжигаются животные для ритуала туалет почему-то у них на улицах водопровода нет нет просто даже одежды в это время на другом конце земли где есть зоопарки запускаются ракеты они достигают Луну и Марс не те ракеты не церковные как вы подумали а нормальные ракеты с целью изучить поверхность Луны они долетают до Луны до Марса и никаких рагуинов которые кричат о том что дырки сверлят в ракетах нет все делается постепенно поэтапно а в России сжигаются животные на косты для религиозного обряда и причем попы даже не протестуют ну потому что они там на своих феррари заняты другими делами и люди России к сожалению в этом не видят ничего страшного в том что пять невинных существ сожгли на костре привезли в Россию и специально сожгли на костре это же какими гнидами надо быть я понимаю обряды я понимаю традиции но это просто никакие ранки не лезет кошек и собак почему-то саманам жалко а век блюдах не мамонты тоже думали что они высокодуховные существа пока хренат и все вот так а шаманы шамане думают о России и о себе пока их ракетами американскими не накрыли Кремль прокомментировал сюжет ВГТРК о целях российской ракеты Циркон в США мы вынуждены вернуться к президентскому посланию федерального собрания но в том плане что Путин решил просто послать четкий месседж США Россия мирная страна но она готова уничтожить если что целый мир своими ядерными и неядерными оружием сотрем мы вашу пиндосию в порошок своими ракетами а заодно и весь мир Пескову пришлось в этой связи оправдываться перед теми нормальными людьми которые считают что главное мир любой ценой чем ракеты любой ценой ну что Пескаль пропищал своим трюхлявым голосом в Кремле не несут ответственности за сюжеты на российских телеканалах мы никогда не вмешиваемся в редакционную политику телеканалах даже государственных поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы в которых выходят сюжеты о целях новой российской ракеты Цирков Песков говорит про скандальный сюжет которые встретили моего канала видели в начале моих вести недели где Киселев никогда не стесняется говорит в открытую о целях новой русской ракеты и так Цирком создавали чтобы ядерным ударом поразить Кемп Дэвид дачу президента США Пентагон здание Министерства обороны США вместе с ним и всю столицу США направленным ядерным взрывом далее идет Форт Ричер пункт управления президента США там находится генеральный штаб а значит и российскими ракетами Цирков покрывается весь штат Мэриленд то есть по штату Мэриленд будет нанесен удар ракетами Цирков также ракетами Цирков будет нанести будет нанесен удар по побережью Маккелия это в Калифорнии и заодно всю Калифорнию Россию намеренно превратить в радиоактивный пепел ну потому что понятно почему потому что этот штат Калифорния он в 10 раз у него в 10 раз ВВП превышает экономику всю экономику Российской Федерации то есть один штат США превышает в 5 раз всю экономику Российской Федерации и поэтому штату будет нанесен ракетно-бомбовый удар системы Цирком так Киселев говорит настоящий ну и еще Киселев решил вдалить по Джему Крику в штате Вашингтон где находится пункт управления ядерными силами я сильно сцениваю что сотрудникам ВГТРК что он называется Кисель в бошку ударил и они сняли такой сюжет сами где обозначили цели для ракеты Цирком вообще на самом деле зачем Путину вообще зачем на самом деле Путину ракеты Цирком да просто Путину надоел этот прекрасный мир в этой связи слова Плескова о том что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов просто выглядит смехотворно его слова есть 100 примеров того как Кремль вмешивался в политику телеканалов начиная от разгона журналистов в НТВ в 2004 году заканчивая уволением журналист Китаз за публикацию о Шуворовском училище в которых будущих защитников родины кормили собачьим дерьмом в прямом смысле этого слова или ты и со слов Пескова они за это дело не несут ответственность за то что государственный телеканал государственный не об какой распространяю эту информацию взятую с администрации президента с генерального штаба Российской Федерации о том какие объекты и города будут в США уничтожены российскими ракетами ага сами журналисты ВГДРК прям подумали подумали и обозначили цели нет эта команда была сверху потому что телевидение государственное и вообще мало не государственных да их вообще нет не государственных телеканалов России и это называется разжигание войны и вот за это эта тварь усатая должна вместе со своим хозяином вместе со своим хулюем должна нести полную ответственность но как он сказал Кремль не несет за эту ответственность он не несет ответственность за траурские поли за войну на Донбассе за то что Кремль не несет ответственность а вот за что и так пока мы будем стрелять по Вашингтону Мэриленду и Калифорнии вот какой ответ будет США по России 10 мегатонной термоядерной бомбой по Москве в ходе этого Москва будет охвачена гигантским пожаром и за Амкадом произойдут испарения водоемов Химковское водохранилище просто воспламенит синим пламенем 15 мегатонной бомбой ядерного наполнения США ударят по Санкт-Петербургу а почему бы и нет наземный взрыв США предполагают в пределах Невского проспекта это позволит полностью уничтожить США не только Балтийский флот и его штаб но и всю североавиационную группировку России то есть самолеты России кроме тех которые будут находиться в Англии и за Уралом будут уничтожены в итоге Санкт-Петербург просто истлеет и спепелит а город будет невозможно восстановить еще 150 лет дальше США будут будут США дальше США будет нанесен удар по Новосибирску своими крылатыми ракетами томагавками и иджерсами так как в Новосибирске сконцентрирован весь научный потенциал России и без этого города в РФ можно только рогатками стрелять и не более ЦРА скорее всего ударит трайденами ракетами трайден мощностью 75 килотонн по Екатеринбургу почему потому что там находится охранилище или это в Челябинске так сейчас да ударит по Екатеринбургу ударит США потому что там находятся артиллерийские как бы там строится артиллерийские системы России а США ударит по Челябинску потому что там находится склад ядерного топлива и если по этому складу ударить то это ядерное топливо по всей Сибири по всему Уралу растечется как сыр на бутерброд вы этого хотите вы этого получите такими сюжетами ВГТРК в Вестях недели который мной был показан в самом начале программы но самый главный удар будет нанесен по Нижнему Новому Городу и по городу Саров так как там находится транспортная связь между городами России как по водным путям так и по рекам по ЖД путям и там там уже находятся объекты благодаря которым есть ядерное оружие России заводы фабрики и так далее и так подведем итоги са Мэриленд в Вашингтон Калифорнию будут уничтожены такие города как Москва Санкт-Петербург Челебинск Екатеринбург Нижний Новгород ну что страшно ну так про церковь не надо было заикаться госпропаганде которая бежит впереди путинского паровоза не пришлось бы США разрабатывать этот план если бы не сюжет на канале Россия 1 в программе Вести Недели от от 24 февраля который там называется Циркон и что-то еще так что давайте жить в мире и согласии а нет будет навесен удар Трайденами по Челябинскому хранилищу атомных отходов с утекающими последствиями типа Сталкера 2 по всей России по центральной части ее да вот так в Молдавии победили пророссийские силы но страна пойдет на запад то есть они проиграли итоги парламентских выборов в Молдавии в Молдавии победила пророссийская партия социалистов в углове с президентом Молдавии Игорем Дадоном они набрали 35 голосов вроде бы перебога для России а нет не тут то было с рада с рада с рада для России почему а дело в том что демократическая партия Молдавии получает 24% голосов блок сейчас получает 26% голосов партия ШОР тоже проходит в парламент с результатом 8% голосов и там парламент Молдавии выглядит так партия полуроссийская Ладона 35 мест в парламенте где партия Молдовы получает сразу 30 мандатов депутатов Верховного Совета Республики блок сейчас получает 26 мандатов партия ШОР в парламенте будет представлять 5 человек а теперь внимание так как социалисты имеют не 51% мандатов то в ходе парламентской коалиции Демпартии и партии Акум сейчас то получается что 30 мандатов Демпартии и 26 партий Акум партии сейчас на русский язык если переводить это будет 56 мандатов и это больше чем у партии социалистов даже если она объединится с партией ШОР но и этого не будет просто потому что Дадон завел уголовное дело против лидера партии ШОР почему потому что партия ШОР да и ходит бизнесмен Илон ШОР а бизнесмен партии социалистов имеет отношение как футбольный мяч к балету очень отдаленная то есть это не какой-то там красный директор Акум партия демократов Акум ну сейчас и партия демократов выступает за ИЕС и НАТО за интеграцию в эти структуры Молдовию и они сохранили контрольный пакет мандатов в парламенте и так вот такая вот коалиция партия ШОР где лидер под следствием Додона тем партия которая продолжит руководить де-факто руководитель Молдавии господин Плохотнюк этот серый кардинал кхе 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 и партия прямо сейчас НАТО ИЕС и так у них из 101 места в парламенте Молдовии 61 депутатский парламент депутатских мест у партии Додона это 40 примерно 40 мест то есть это больше чем у Додона более того более того могут проводить процедуру импичмента Додона но правда не могут потому что нет двух третей голосов но могут инициировать процедуру импичмента чтобы Додон слишком часто не ездил Москву захватила парламент Молдовии но нет он проводился на выборах и полохотнюк только его власть в Молдовии увеличилась а власть Додона уменьшилась там влияние Додона но российская пропаганда как я ее называю скобеевщина скобеевщина будет заявить что их парароссийский лидер Додон выиграл действительно он выиграл но в ходе политических коалиций он проиграл полностью и молдавашки не хотят жить в СССР 2.0 не хотят жить в путинской грабительской России где они будут вынуждены платить за погребение как мы выяснили 50 тысяч рублей за погребение своих а хотят в ЕС и НАТО туда им дорога надеюсь когда нибудь этой дорогой воспользуется и Приднестровская воспользуется Молдавская Республика но что любопытно Додона по-человечески мне не жал ведь он даже чужой человек для своих для российских властей ведь не секрет что власти России сейчас не столисты а правоцентристы которые грабят свой народ ада домский социалист и он даже чужой для своих хозяев для своих хозяев из Москвы вот так вот полный провал российской внешней политики господи Захаровой в Молдавии или в Молдове кому как больше нравится результаты выборов подробно вы сможете посмотреть в комсомольской правде дальше идем нас Рестат подготовил сюрприз для девушек на восьмое барта только юмор спасает в России прав был покойный задорный царство небесное так вот очень приятный сюрприз назвал Рустат Рустат назвал причины смерти женщин в России и так бабы умрут по большой части от того что доблестные путинские врачи никак не могут победить злокачественное образование опухоли у женщин то есть простой рак и это действительно страшно ведь все больше и больше запретов в России на импортные препараты на импортные оборудования или медицинные даже что совсем чудовищно запретная деятельность иностранных врачей внутри России да все это происходит под соусом надувания щек патриотизма и под соусом величия России но если величия России проявляется в том что 20 тысяч женщин умрало в 2017 году а их можно было спасти ну тогда власти действительно находятся могильщики своего народа дальше вторая причина а кстати говорят похоронить 50 тысяч стоит не забываем об этом дальше вторая причина смертности женщин в России это болезни системы кровообращения от них умерли 19 тысяч женщин и того примерно если округлить в России от болезни умерли 40 тысяч женщин ну что вы скажете ну не миллион же ну да и даже не 500 тысяч девушек но вот эти 40 тысяч могли нарожать миллионы девушек и мальчиков но поколение России но нет не нарожают нарожают китайцы украинцы прибалт да кто угодно только не русские а ведь просторы Сибири это лакомый кусок для монголоидов рептироидов и прочих что интересно что у мужчин смертность от систем кровообращения стоит на первом месте в рейтинге смертей скончались внимание от этой болезни 102 тысяч мужчин а у женщин это болезнь на втором месте что автоматом в общем зачете 200 тысяч загубленных душ выводит болезнь система кровообращения на первое место причин смерти российских граждан и так вот причины данной болезни высокий уровень повседневного стресса спросите себя когда вы в последний раз по-человечески расслаблялись я конечно помню я когда в последний раз расслаблялся дело было это в августе 2018 года на городском пляжу вот с сих пор ни разу не расслаблялся не расслаблялся все стрессы и стрессы то где-то кто-то кому-то объявит войну а Россия вмешается то депутаты и сенаторы принимают принимают такие законопроекты что надо потом принимать валидол это постоянные стрессы и я не беру юг России это скорее исключения из правил и вот это жизнь в России где не расслабишься в гамаке приводит к печальным последствиям еще один фактор болезни системы кровообращения то есть сердце это введение нездоровой образу жизни тут вроде бы мы сами виноваты ждем нездоровую пищу толстень но это только на первый взгляд на самом деле всем известно что нездоровая пища дешевле чем здоровая ее более удобно приготовить и на нее тратится меньше времени а не смотря на то что официально у нас написано что рабочий день 8 часов длится на самом деле он длится все 12 часов и поэтому на свои дела на готовку еды на приготовленные борща на выне смузы тратится меньше времени чем времени на работу а в этих условиях важна каждая минута поэтому люди травятся душевраками потому что их легче заварить легче приготовить чем например сначала купить макароны потом их сварить и в итоге печальное последствие печальное печальное последствие для женщин и для мужчин ну вот например в Самаре порция раков приготовленная стоит 1150 рублей в ресторане в то время как нездоровый вредный консервагенты чипсы с раком стоит 15 рублей и вопрос не требующий ответа что купит молодая 18-летняя девушка без богатого папенька ответ вредоносные чипсы что купит женщина у которой заплата 10 тысяч рублей ответ вредоносные чипсы за 15 рублей а не морепродукты за 1000 рублей купит просроченный салат не задумываясь о последствиях для своего организма и когда Скворцова мне заявляет о том что люди в России будут не от низкого порога стрессоустойчивости не от ожирения в ходе закупок дешевых продуктов их что их маринуют на работе по 12 часов а вот пьянок и ДТП ну хочется просто орать на просто орать не хочется просто орать не телемедициной ну хочется просто орать что не телемедициной а ладно чумака надо в Минтаве заниматься а улучшением уровня жизни россиян кстати говоря да Минтаве раньше так и назывался не просто Министерство здравоохранения Российской Федерации а Министерство здравоохранения и социального развития потому что одно невозможно без другого а эту салку передали Голиковой и получается раз в драй а в итоге из-за этого раз в драй погибли 317 тысяч мужчин в 2017 году по данным Росстата и 82 тысячи женщин умножаем это все на правдивые цифры и получаем где-то примерно 500 тысяч мужчин умерли в России в 2017 году и 100 тысяч женщин умерли тоже в 2017 про 2018 год почему-то Росстат не говорит цифры там больше зашкаливает вот такой сюрприз Росстат подготовил на 8 марта и на 23 февраля ну что ж с праздником россияне с праздником ведь вам есть что праздновать вы от этих цирконов от посланий президента которые делают медицину не в плюсе а в минусе от вредных чипсов пока еще не сдохли окончательно и вам не придется платить как они 50 тысяч рублей ну вашим родственникам не придется платить 50 тысяч рублей за ваше погребение так что действительно есть что праздновать ну что ж на следующей неделе будет у нас 8 марта всех женщин зрительниц моего канала с праздником с 8 марта успехов процветания чтобы вы побольше дарили ласки тепла нам мужчинам и всего самого наилучшего я планирую следующую программу провести через неделю то есть сейчас мы посмотрим так 10 не будет 17 марта чтобы не сглазить ну что ж увидимся вот в эти числа в середине марта чтобы не пока девушки с праздником я вас люблю муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу